Салем до стар! Бул Каштанов Менен Каштанов Реакшен Арнамо Кошки, Аль Денис Дер И сегодня у нас будет реакция на видео под названием Бой Года Самый зрелищный бой на Номад Полуфинал, Гран-при за 5 миллионов тенге, ребята, 5 миллионов тенге Блин, солидное Солидное вознаграждение, как говорится Есть за что побиться Есть за что побороться, да? Это видео мне в комментариях советовал один подписчик очень долго и настоятельно Под каждым видео писал комментарий чтобы я посмотрел и записал реакцию на это видео Собственно, выполняю вашу просьбу Мой уважаемый подписчик И вы также, ребята, если вы хотите чтобы я записал реакцию на то или иное видео на которое, по вашему мнению мне опять же стоит записать реакцию пишите в комментариях пишите под каждым видео просто комментариев настолько много рано или поздно я увижу именно вашу заявку ваше предложение и запишу на это видео реакцию Так, ну все, приступаем Копра Ахмед за то, что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка проходите, прожимайте до старт также подписывайтесь на мой Бусти ссылка в описании Бусти это такая платформа куда я выкладываю реакции на фильмы и сериалы которые блокируются на Ютубе по авторским правам все ваши топовые фильмы и сериалы все это я или посмотрел или прямо сейчас смотрю на Бусти ссылка в описании даже аниме там смотрим в общем контент максимально разнообразный интересный каждый найдет себе там что-нибудь по душе так, ну что меньше слов больше дела ехала так 47 минут видео достойно кетк на матфайтинг чемпионши 4 сильнейших бойца менжик пижик подача джек пижик джек пижик 4 турнира подача подача ребята шаги от финала убить или быть убитым я готов к бою к заветному поясу и главному призу пижик пижик 5 миллионов тенге 5 миллионов тенге да вот это котлеты ребят да ну что готовимся ребят напишите в комментариях кто впервые смотрит так рекламу мы скипнем ну что 2 тысячи 2 тысячи но мать волк башензроссалом алейкум был nomad fighting championship позвольте представить вам состав наших слов только хотел сказать блин жалли жалли русского языка нету по рукам ракулов актрил аскербаула до старт был nomad fighting championship Женебес, бастаймас. Жек, бежек. Жек, бежек. Мои ставки на Гран-при, что Гран-при заберет Шерзот, потому что у него есть характер, воля, дух, стремление к победе, тяжелые удары, напор. Думаю, Шерзот заберет свое. Откуда Шерзот? Серьезная цель, отличная мотивация. Ребята, субтитры есть, да? Я здесь все читаю, так что все нормально. Деньги в команде. То есть он поделит, да? Между всей командой. Команда, которая, я так понимаю, работает над... его победой. Массажи... Массажисты, тренера, да? Спарринг-партнеры. Блин, так если задуматься, да? Сколько людей участвует... в работе с одним бойцом, для того, чтобы он побеждал... Шардос-разрушитель, Серик. Но Серик Казахстан. Блин, а сколько ему лет? Более-менее в возрасте, да? Может ли поезд, идущий на серии трех побед, ярко продолжить свой путь война в нашей лиге? Ну, этот бой, лично я очень сильно ждал. Потому что это уже полуфинал Гран-при. Это полуфинал, это не финал, да? В этом поединке у меня есть фаворит. Не буду раскрывать его имени. Пока Серик Арбухамед выходит на арену. 3-0 у него в Хамане. Ребят, что за песня играет? Кто поет? Что-то про казахов песня, да? Ну, естественно. Рост бойца 182 сантиметра. И, кстати, он самый возрастной боец силочного карта. Возрастной. Серик Старбухамед. Видно, что он уже в возрасте прям. За 30-ник точно есть. До стар, не забываем прожимать лайки, подписываться на канал, кто еще не подписался. А мы пока ждем начала боя. Блин. Специально не проматываю вперед. Охота прям полностью посмотреть, насладиться вот этим вайбом. Представляю, что творится в зале, когда люди там сидят и все это вживую видят. Сколько лет? Интересно. Серику. Обычно плашки показывают. Количество побед, возраст, там, рост, вес. Следующий полуфиналист, представляющий красный угол ринга, Щерзот, разрушитель, Абдужаппаров. Так он же тоже из Казахстана, да, скорее всего? Ну да, это же лига Казахстана, но мат. Точно, а я такой думаю, это может быть международный какой-то бой. Красный угол ринга, красные шорты, красные перчатки. Интересно, цвет выбирают как жеребий. 21, молодой. Разрушитель, разрушитель, ребят. Ну, посмотрим, или его разрушит, или он разрушит, да? Ничего не знаю ни про того, ни про того бойца, поэтому даже не могу примерно представить, предположить, за кем будет победа. Блин, Серику надо дом построить, ребят. Дом надо Серику построить. Так, Серик, 33 года, ну да, как я и предположил, за тридцатник. Разница в 12 лет, блин, это серьезно, ребята, серьезно. Молодость, молодость против опыта. Хотя, у них рекорд 3-0, 3-0. Так что, опыт-то у них плюс-минус одинаковый. Поэтому, логично предположить, что здесь молодость порешает. Хотя, посмотрим. Ребят, кто впервые смотрит вместе со мной, напишите в комментариях. Сколько нас? Бойцы на середину. Бойцы команды, все слушаем. Команда стопа остановились. Команда брейк, шаг назад. Пожали ручки. О, разрушитель прям заряжен, да? Я скажу вам так. Бывают в намадии звездные бои, бывают в намадии достаточно шумные, конфликтные бои. Но именно серия Гран-при для меня является самой основной частью вообще, как сказать, всего периода намада. И вот сейчас мы уже наблюдаем за вами за первой парой полуфиналистов. Черезота, Бжапаров и серия Сарфа. Я вот подмечу сразу Абул Хаир. Ты сказал, что вот до этого были оппоненты, которые ставили под сомнение класс Черезота. Да, думаешь, что они слишком слабые. Но вот в последнем бою Черезот прям... Оу! Есть попадание от Серика. Попал разве? Не попал же. Серик, конечно, серьезнейший оппонент. Серик серьезнейший, да? Он тоже был серьезнейшим оппонентом. Согласен с тобой. Ого! Не уже не первое попадание. Вот это попадание было со стороны разрушителя. Очень четко оверхенд бьет Серик Сармухамед. Но пока что... Опять попал. Отличный джеб. Аж покраснел нос у Серика. Да. Скажу вам интересный факт. Из раздевалки на МАДФС. Даже перчатка размера L не влезает в руку Черезота. Ого! Нам приходилось немножко даже подрезать. О-о-о-о! Попадает Серик Сармухамед и Черезот. Они оба попадают неплохо. О-о-о-о! Не так уж прям жестко, но все-таки. Выносливость. Одна из самых... Ой-ой-ой! Серик просто наносит отличные комбинации. Я даже не успел закончить мысль, как идет сразу попадание. Блин, это просто Рубилова. Мне кажется, это... О, уже лицо разбито у Серика. О-о-о-ой! Черезот. Почувствовал кровь, уже раскровил нос Серику. Черезот. Черезот. О, левым боковым и правым. Неужели мы не убить это? Серик на конвасе. О, даже немножко потерялся, да? Пошатнул Серика сам Мухамеда. Блин, ребята, ну что? Как, в принципе, я и предположил, да? Молодость свою берет, но... Дальше будет видно, все может поменяться кардинально. Охренеть. Немного все-таки... Боец готов. Блин, Серик прямо немножко плывет, да? Все-таки немного есть. Немножко плывет. Зашатывается. О-о-о! Серик Шер Мухамед и пошла за Руба. Очень грамотно работает. О-о-о! Но пропускает. Идет за Руба, но... Блин, что-то они вообще, это... Блоки не ставят... О-о-о! Охренеть, ребята, но что-то Серик прям совсем руки опустил, даже блок не ставил. То есть защиту, вот если тут посмотреть... Вот последние моменты, просто защиту даже не ставят. Капа упала, да, по-моему? Ребят, мне показалось, или капа упала? А, по-моему, рефери должен был остановить бой. Ну-ка, капа упала, ребята, посмотрите внимательно. Сейчас, по-моему, попробуй поймать. Очень грамотно работает. Вот сейчас у Серика упадет капа. Пропускает. Пропускает. Идет. Вот. Видели, да? Блин. Капа упал, я так понимаю. Рефери должен был остановить. Рефери должен был остановить. Блин, зря я это сделан. Ладно, работаем. Нет лиф... Попадай. Не так уж... Ладно, ребят, сорян. Слишком много перемотал. Неужели! Синий, синий, поковыемый, правым! Неужели! Мы сейчас увидим это! Серикса, дабы! Это мы уже видели. Блин, ноги перемотал. Ладно, еще раз. Но там капа точно упала, ребят. Точно капа упала. Идет заруба, но, по-моему, эта заруба не в пользу Серика. Попадает... Часи Серика! Я там на капа! И уже не пела! По-моему, ребята, рефери должен был остановить бой, да? В тот момент, когда капа упала. Синий, синий, синий. Я не думаю, что он будет продолжать эту поединку. Капы нету. Мне кажется, ты ошибаешься. Этот парень может упасть три раза и встать три раза. Такое же было когда-то на Махаче, где он после четырех нокдаунов в любом случае довел решение до, получается, судейской бригады. Так, ну, вроде бы Серик восстанавливается. Ну ладно, там, в принципе, заруба была, да? Просто рефери не видел, как улетела капа. Конечно, конечно. Блин, там все в крови, ребята, все в крови. Шерзот такой. Три, да? Три нокдауна уже. врача. Там бы и полы бы протереть, конечно. Там просто скользко. Охренеть, ребята. Там и нос, походу, да, уже поломан. Просто кровь льется. Нос сломанный. Жестко, ребята, конечно, да. Сразу. Попадает Серик. Пошел Серик. Вот это первый раунд, ребята. Вот это первый раунд. А сколько раундов, ребят? 5 или 3? Блин, 33 года. Это много. Много-много. Главный фаворит, да, Шурзот? Один из главных, наверное. Так, ну что ж, давайте посмотрим повторы и дикий первый раунд. Посмотрим второй раунд. Подсказывают секунданты Серику, чтобы он не торопился. И я с ним абсолютно согласен. Мне кажется, им нужно чуть-чуть выработать другую стратегию. Здесь рубиться с Шурзотом однозначно нельзя. Знаешь, какая особенность у Шурзота? В этих замесах, да, рубках он терпит один удар и в это время он носит три ответных. Да. Да, я тоже это заметил. В то же время одна из фишек Серика Санмухамеда, он терпит первый начальный спорт. Сухую тряпку, знаете, вытерите здесь. Он как настоящий, матерый, опытный боец, который, как Марат Малаев, согласен. Согласен. В первом бою Серик упал в нокдаун в первом раунде, финишировал оппонента во втором. У них получается слишком большой перерыв, да, кстати? Слишком много времени на восстановление. Это же, по-моему, не по регламенту, нет? Нет. Почему полы не протерлись сразу во время перерога? И вот сейчас перед ним открытие Губа Тубет Топ Тим. Я общался сам с тренером. Они говорили, что именно на кувачку они заряжают Шурзота. Он тренирует последний год только бокс. Ну, давайте. Серик первым номером пошел, да? Да не было же попаданий вроде бы. Может, так скользь просто прошли? УУУі! Уже лицо в кровь. УУУУ. Нос зачесался. Просто никто не отступает ни одного шага назад от обоих спортсменов. Конечно, иногда Шерзок все это проигрывает. Это просто жесть, что творится сейчас вот такого в ринге. Ахренеть, ребята. Я всегда готов зарубиться. Шерзок попадает. Просто рубка. Просто рубка. Ой-ой-ой, я даже на секунду заметил улыбку Серега после этого зарубиться. Я очень круто прочитал по его губам, он сказал... Блин, как бы Шерзок сейчас не перегорел бы, да, от напора Серега? Капа падает, да, потому что дышать тяжело, рот открывают бойцы, и из-за этого Капа падает. Ну и за исключением, если это был прямой удар, и Капу просто вынесло. Он вошел в кровавую рубку, уже не хочет с Капой работать Серег, Сармухамед. У Серега. Я где-то слышал, кто-то рассказывал, почему падает Капа. Ну и за исключением, если это не прямой удар в челюсть, да, когда просто там, ну, как бы от удара Капа улетает. Просто становится мало воздуха, боец начинает дышать ртом, соответственно, рот приоткрыт, и Капа при малейшем движении выпадает. Блин, а Шерзот тоже разбито лицо. Серег держится, ё-моё, блин, ребят. Просто воля к победе, ребята, воля к победе. Второй раунд уже без силы все. Конечно, такая рубилова, такая рубилова. Работаем бойцы! Я не знаю, остались ли силы обоих бойцов для того, чтобы завершить бой досрочно. Остались досрочно, не знаю. Не скажу, что свежим, он в боевом настрое, но Серег уже явно сильно устал. Я еще в начале раунда хотел сказать, в начале первого раунда хотел сказать, что... Серег уже немножко прям плывет, да? Шерзот более такой держится. Вменяемый. Ребят, ну это просто... Охренеть, ребята, вот это да! Нельзя? Блин, Шерзот апперкоты. Только в том случае, если ты хочешь очень сильно победить и заканчивать второй раунд. Я не замечаю, как время пролетает. Эти парни просто устраивают настоящее шоу. Ну как бы... Тут и все на кону, да? И престиж, и деньги, и все-все-все. Ну и вообще, в принципе, походу, это такие люди, да, которые не привыкли отступать. Несмотря ни на что, иду вперед. Что тот, что другой. Блин, у Серега, конечно, больше, наверное, уважения, если так можно сказать, за счет своего возраста. Все-таки мы с возрастом не молодеем, да? А так или иначе, стареем, и уже организм не тот. Выносливость не та. Но у Серега дух. Дух, да? Стержень. Который, походу, никак не зависит от возраста. Или он есть, или он нет, или его нету. Этого духа, этого стержня. А Шерзот, он просто молодой. Прет напористость. Молодая кровь. Очень много крови вытирают со стороны угла Серега. Крови много. Когда его лутали наши катмены, там достаточно проделось. Посмотрим, что будет в третьем раунде. Честно, ничего не могу сказать, потому что Серег может заканчивать... Три раунда, да? Три раунда. Ну, конечно же, Шерзот просто... Или сколько раундов? Заключительный. Попал, да? Все-таки попал. Блин, 12 лет разница, ребята. Это, конечно, серьезно. Все в силу. Весь дух в третий раунд. В размену бойцов. Они просто не чураются. Они не боятся. Ууу, попал. Блин. Шерзот пошатнулся. Что-то умудряется еще Серег говорить при этом. Оооо. Опять Капа улетела. Капа улетела. Все, останови. Капа улетела. Видели все. Блин, а почему? Нельзя же без Капы биться. Мне кажется, у рефери самое время вмешаться, чтобы Капу засунуть в рот Серегу. Согласен, может быть, они... Блин, ну это же опасно. Это же опасно для здоровья. Можно все зубы оставить, блин. Заметил этого. Я думаю, что здесь к бригаде подскажет. Что сейчас происходит, бойцы против... Блин, ну нельзя. Все, бойцы, да. Стань. Что-то рефери поздно, конечно, реагировал. Или ему подсказали, или он сам просто решил. Что стоит того. Капа. Никогда мы не видели ничего с Шерзотом в таком состоянии, как и лицо Серега. Просто падает Капа. Парни чувствуют, что близки к поясу и к заветным 5 миллионам. Поэтому, мне кажется, здесь ждать, что кто-то сдался или отступит. Просто нет мыслей. Ой-ой-ой. Пошла еще заруба. Еще заруба за зарубой. Они не могут взять и позволить себе простого, спокойного... Жесть. Просто рубилово. Никакой защиты, ребята. О защите вообще речи не идет. О, сам Шерзот показывай. Да, Капа нету? Смотрел какой-то бой. Записывал реакцию. И там, по-моему, даже с бойца балл сняли. За то, что у него периодически падает Капа. Соответственно, рефер останавливает бой. И... Ну, так или иначе... Ход боя меняется, да? Когда резкая остановка. Кто-то лишний раз отдохнет. Кто-то лишний раз наоборот. Перегорит, выгорит, да? Как говорится. Поэтому я не знаю. Специалисты, кто в комментариях, напишите, пожалуйста. Как к этому вы относитесь? То, что постоянно падает Капа. И, как я уже сказал, в каком-то видео за это снимали балл. С бойца. Не помню, что за бой был. Опять. Опять упала. Но тут уже все. Надо до конца дойти. Опа! Опа! У Шерзота последнее мгновение. Последнее мгновение третьего раунда. Что за бой? Сначала... И уже и у Шерзота Капа упала. Просто не оставляют друг другу в покое. Вопрос заключается в том, кто одерживает победу во втором раунде, я считаю. Почему? Потому что в третьем раунде, мне кажется, что Серик все-таки забирает это. Согласен, но урона на лице, конечно, у Серика очень много. Я так понимаю, решение суди, да, будет? Которое на чужой суде, это кровь Серика. Но хотя сечка у него тоже открылась. И даже последние 10 секунд они проводят с таким взглядом... Охренеть. Серик попадает. Попадает Серик. Блин, ну если на последних секундах кто-то уйдет в нокаут или в нокдаун, это все будет. Так, ну немножечко дёрти бокса. Как это называется. Все работаем. Файт. Ой-ой-ой. Я только что просто увидел, как ошмётки крови. Добро пожаловать на матфайтинг чемпионшип, дамы и господа. Но матфайтинг чемпионшип, да, столько крови я вообще не видел давно в последнее время. Просто стоя. Блин, ребята, ну что? Ну что думаете? Напишите в комментариях. Почему-то мне кажется, что Шерзот возьмёт. Последний раунд был, наверное, с небольшим перевесом за Сериком. Но первые два раунда были за Шерзотом. Всё-таки, наверное, он. Напишите в комментариях, что вы думаете. Вот прямо сейчас, пока не вынесли вердикт. Посмотрим, кто прав, кто угадал, кто предположил. Это обязательно зайдёт в копилку в золотой коллекции Nomada. Я не знаю, я всё просто смотрю на зрителей, они все в шоке. Да. Главное, чтобы там детей не было. Хотя, это же спорт. Это же спорт считается. Ну что же, определённо, это бой вечера. Давно я не делал реакции на бои. И тут сразу такое, ребята. Блин, я думаю, победит Казахстан. Так или иначе. Кто-то из Казахстана победит. А? Понятно. Блин, ну, ребята. Серик возраст. Возраст. Ну, 33 года. Четвёртый десяток. А у того только 21. То есть, он считает 20 лет ему, по сути. Третий десяток только начался. Но я думаю, что Шерзот, ребята, всё-таки. Если не брать. О, вот оно. Вот оно было, да, когда Шерзот пошатнулся. Вот оно. Бах. Как-то, как будто бы в шею больше попал, да? Видать, как-то вот в челюсть куда-то сюда пришло. Ребята, я смотрю на Серика, просто машина. Просто машина. Да оба машины. Вот это было, а? Вот сейчас, да, было? Когда Капа улетела. Бах. И тут же Шерзот в ответку. Ну, давайте, выносите вердикт. С этого слова. Самым зрелищным поединке Лиги Намад. Первый судья. 29-28. Синий. Второй судья. 28-29. Красный. Опа. Эти судья. Красный. То есть, пока 1-1, да? 28-29. Раздельным решением судей. Победу одерживает и проходит финал гран-при. Боец из красного угла. Шерзот. Разрушитель. А тут же аппарал. На тоненького, ребят. На тоненького. Просто тут вообще какие-то сотые доли решили. Максимально на равных. Максимально на равных, ребят. Ну, конечно, Серик расстроен капитально. Капитально расстроен. Я думаю, здесь, если нету, то можно учредить какой-нибудь приз за самый зрелищный бой. И вручить его, наверное, Серику, да? Как утешительный приз. Потому что Шерзот проходит дальше в финал. Блин, ребята. Ну, я думаю, финал я точно посмотрю. Уже с Шерзотом. Кто там будет с ним, не знаю. Но, судя по тому, какой здесь уровень, это надо смотреть. Пишите в комментариях, стоит или нет смотреть дальше. Ну, конечно, стоит. Шерзот, Серик. Вам за такой бой от нашей лиги обоим бонусы. За самый зрелищный поединок в Лиге Номад. Да. Разрушитель. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Абдул Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Понятно дело На финальный бой С кем будет Шерзот Разрушитель Обязательно запишу реакцию Зрители Кто сейчас смотрит эту реакцию Подписчики Скиньте потом обязательно ссылку Или же название видео Как можно посмотреть Когда уже финал пройдет Разрушителя Хочу посмотреть еще Все-таки Возьмет он или нет Первое место 5 миллионов тенге И так далее Ребята, это был Очень крутой бой Супер бой Действительно Очень красочный Зрелищный Кровавый Да, даже в какой-то степени Да не в какой-то степени В максимальной степени Блин, таких боев Очень мало Я так вот припоминаю Особенно на реакции Ну не то, чтобы я прям Многое смотрю И все подряд Но все же Так, по ходу всего видео Задавал какие-то вопросы Что-то комментировал Пишите ответы Пишите ваше мнение В комментариях Все, что вы думаете По поводу моих слов По поводу всего здесь Увиденного и услышанного Всем Коп Рахмед Или же Ульген Рахмед За то, что подписаны на канал Кто еще не подписался Внизу кнопка Подписывайтесь Также подписывайтесь На Бусти Кстати, на Бусти Есть бой Реакция на бой На Головкина И вот последний бой Забыл имя бойца Американского Но он не американец Был испанец По-моему, да? Когда Трипл-Ж К сожалению Проиграл Там была реакция Именно на прямой эфир То есть Когда смотрели И еще не знали Кто из них победит Реакция именно На прямой эфир Также есть реакция На Головкин И Риота Мурата По-моему Все это На Ютубе блокируется Ребята Поэтому все это Я залил На Бусти Там можете посмотреть Ну и вообще Подписывайтесь Контента очень много Он максимально Интересный Разнообразный Каждый найдет себе Там что-то по душе Так, на этом все Всем пока Удачи До встречи До встречи Редактор субтитров А.Семкин